итак добрый день добрый мы снова вместе с вами вероника и людмила моя напарница сегодня у нас с вами будет силовой блок сделаем ряд силовых упражнений для которых нам понадобится коврик полотенце далее стул и полотенце то есть если будет сложный вариант вам коврик и полотенце более легкий будет выполнять людмила вариант для это стул и полотенце мы делать будем все не торопясь объяснять технические все моменты поэтому смотрим выпива выполняем тот или иной вариант который будет для вас более комфортным внимательно людмила подходишь к стульчику вероника коврику можно несколько слов да конечно да если мы будем использовать полотенце я надеюсь у каждого дома найдется полотенце лучше всего его свернуть в положение такой трубочки если нет полотенца под рукой возьмите пояс от халатика и воспользуйтесь им и полотенце когда вы держите она будет создавать вам дополнительное напряжение и стабилизацию в первую очередь лопатки чтобы вам легче было ориентироваться на прямое скажем так спине полотенце нужно постоянно растягивать но обратите внимание чтобы ваше запястье на полотенце да не сгибалась а было вытянуто в одну линию руки можно ставить ширина плеч либо в будущем шире как вам будет комфортно для положения да но сначала мы полотенце на положим начнем со становой тяги стал наклон затем приседания еще раз повторюсь что я делаю более сложный вариант людмила более легкий ты знаешь не с проблем платят хорошо удобно понимать аж ноги ширина тазовых костей стопы смотрят четко вперед поднимите плечи вверх назад и опустите вниз заведите сведите лопатки взгляд ваш вперед руки могут быть как захват полотенца либо в свободном полете и пространстве внимательно мы с вами делаем глубокий вдох уходя вниз наклон и на выдохе вверх но у всех он своей амплитуды еще раз повторюсь что есть вариант легкий людмила и чуть посложнее вероники но на данный момент я думаю вот именно та становая тяга то что сейчас делаю я тоже далеко не сложный вариант так как идет идет работа с собственным весом на что нужно сакцентировать внимание ваш взгляд обязательно должен быть вперед дальше плечи опущены лопатки сведены вес на пятки ни в коем случае на носочки не уходим и делаем вдох уходя вниз на выдохе подъем вверх и вес обязательно при подъеме переносите на пятки еще два еще один стоп сделайте круг плечами сохраняя полотенце в руках либо без него мы делаем с вами вытяжение одна ладонь в другую подкрутите таз голова опущена подбородок груди и мы вытягиваем руки вперед круглой спиной потянитесь назад еще раз повторюсь подкрутили таз копчик под себя теперь сохраните вытяжение рук вперед и опускайте плечи максимально вниз устали руки счета рано устали удочка опустила руки вниз и сделайте круг плечами хорошо далее следующее упражнение мы делаем меняя положение ног ноги ширина ваших плеч приседания стопы смотрят вперед людмила сейчас использовать будет стучно до плечка не забывай у нас есть товарищи который альтернативный который нужен на опора в обратно полотенце положите на стул приготовьтесь значит ряд смотрят на людмилу часть товарищи смотрят на веронику и мы работаем с вами уходя вниз делаем глубокий вдох на выдохе приподнимаемся отводите бедро таз назад грузим с вами вновь пятки вес на пятках и при подъеме мы делаем глубокий выдох подкручиваем таз слегка спинка ровненькая прямая мышцы лица расслабьте улыбаемся все на полном позитиве еще хочу сакцентировать внимание на то что ваши коленные суставы они не выходят за линию носка стопы то есть постарайтесь уходить так чтобы бедро до параллели с полом доходило ягодичным максимально тяните назад но есть амплитуда для вас это сложно есть вариант еще давайте сделаем два раза в этом варианте заключительный так стоп и так люда опора стул вероника соответственно стоя меняем с вами ногу пятка ягодицы колени вместе толкаем таз вперед да значит опираясь на стул либо стоим в центре комнаты следующий вариант мы с вами будем делать приседания вдох на выдохе поднимаясь отведение ноги назад вдох и на выдохе значит людмила используешь стул опора приступаем с вами делаем глубокий вдох выдох вдох и пяткой тянитесь назад держите спинку ровной взгляд ваш вперед плечи вниз лопатки свели хорошо дыхание не забываем вдох вниз и выдох вверх и так 6 8 повторений кто как может насколько есть сил возможности энергии люда как она у нас все хорошо бы некомфортно и я надеюсь нашим занимающимся тоже давайте мы еще с вами сделаем немножечко так а 4 повторения 4 3 2 и заключительный раз сдохните ноги опираясь а стул либо стоя центре мы с вами еще раз за бедра и другая нога еще спинку потянем с вами будет неплохо расслабить верхний плечевой пояс руки тяните перед кругу спиной назад опустили руки вниз сделайте круг плечами дальнейшее упражнение будет заключаться в том что если очень чувствительны вас коленные суставы для этого можно использовать полотенце сложив его в несколько раз вот у кого а совсем туго с коленными суставами то есть вообще больно стоять опираться о колене смотрим до среди им за людмилы и повторяем все за ней значит так у нас есть коврик у нас есть полотенце у нас есть стул встаем как вариант опоры колен здесь до табуреточку значит у людмилы вариант опора кисть стул вторая рука идет на бедро изначально у вероники опора колени на полотенце кисти на коврике мы с вами поднимаем противоположную разноименную руку и ногу вытягиваем и затем опускаем не меняя руки и ноги еще раз вытяжение вдох на выдохе опускаем и так ваша задача потянуться рукой и ногой в разные стороны далее втягивая живот стараемся сохранить естественный прогиб в области поясницы тянитесь макушкой рукой вперед ногой назад и так мы еще сделаем четыре раза в этом варианте 4 хорошо не торопитесь вытяжение 3 еще два повторения заключительный так 100 тот кто стоит на коврике большие пальцы правой листопы вместе колени чуть врозь мы до сопускаем к стопе лоб на коврик и откручивая таз вытягиваем расслабляем спину соответственно кто выполнял на стуле смотрим на людмилу и повторяем за ней потянулись расслабились приподнимаем как самочувствие людочка все хорошо хорошо чувствуешь я надеюсь что все прекрасно все хорошо меняем руку ногу еще что я повернусь к себе да без проблем люди далее еще хочу с акцентировать такой момент что опорная рука кисть обязательно четко под плечевым суставом мы меняем с вами руку но на вдохе напоминаю вытяжение на выдохе исходное положение еще раз вдох потянуться потянуться и выдох такое ощущение что вы хотите дотянуться до противоположной стены рукой и ногой продолжаем вдох и выдох четыре раза вы должны сделать одинаковое количество повторений как в одну сторону как соответственно и в другую сторону еще два повторения не торопимся спокойненько не бегите еще один раз вдох и выдох стоп большие пальцы правили на стопы вместе колени чуть врозь тянемся подкрутили таз копчик под себя седалищные к стопе лоб на коврик и расслабьтесь вырастаем наверх дальше пойдут упражнения на мышцы пресса варианты и сидя на стуле и лежа на коврике значит переместите полотенце под голову сядьте на стол уже все хорошо ли все замечательно и готовились опускаемся вниз и так ваши стопы на полу подкрутили таз копчик к стопе поясница на данный момент прижата коврику людочка ты выполняешь свой вариант да да поставьте руки на грудь и расслабьте плечи опускают и так будьте готовы ваши руки вдоль корпуса подбородок груди и мы с вами поднимая плечи лопатки тянемся за руками вперед выдох и на вдохе вниз поднимайте выше голову плечи лопатки тянитесь кистью к стопе закрывая ребра на выдохе на вдохе опускаемся вниз мы сделаем еще так шесть раз правильно расслабьте шею пять раз хорошо четыре повторения я напомню такой момент что если кому-то тяжело повторить то или иное количество повторений сделайте меньше затем подключайтесь к работе еще один раз стоп внимательно сейчас мы сделаем такой вариант поднимем голову плечи лопатки застыни в этом положении и будем делать боковое такое скручивание как будто хотим а если можем то касаемся пятки у люда пойдет боковое на кисть будет тянуться к полу одна другая и так будьте готовы сделать и глубокий вдох на выдохе поднимем голову плечи лопатки закроем ребра поясницу прижмем и начинаем движение к одной стопе выдох вдох выдох вдох подбородок приближайте груди чтобы расслабить свою шею выдох вдох и так давайте шесть четыре раза два и заключительны опустились хорошо и у нас и локтем тянуться. Я уверена, что у вас получится. Очень хорошо. Ну, если что. Это последнее. Заключительное упражнение на мышцы. Внимательно. Колено и локтем тянуться. Да, только сейчас одна рука и нога. Если руку, вот эту нижнюю, вам сложно держать вдоль корпуса. То есть принимайте удобное движение. Давайте еще 4 повторения. Выдох на скручивание и вдох. Выдох и вдох. Два раза. Заключительный так. Стоп. Молодцы. Смена руки, ноги. На выдохе скручивание. На вдохе исходное. Выдох и вдох. Выдох. Чувствую, что я уже сейчас коснусь локтем. Ой, не говори. 4 раза так. Втяните живот, поясницу, коврику. И еще два повторения. Еще один раз. Стоп. А вот теперь вытяжение. Выпрямив ноги, тот, кто на полу. Людочка, я думаю, тебе надо просто встать. Можно встать. Да, 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 встать. Вот. Тот лежит, соответственно, выпрямив ноги, стопы вместе. Руки за голову. Можно переплести большие пальцы в замок. Правый и лев руки. И от центра живота, то есть от клубка. Тянитесь пятками вперед, а руки от головы вверх. У Людмилы в потолок за руками. На выдохе чуть присогните коллеги, локти. Пусть тело расслабится. И поменяйте захват больших пальцев. Давайте еще один раз сделаем. На вдохе вытяжение. Прикладываем лицом. Да, потянуться, потянуться, потянуться. И на выдохе присгибаем колени, локти. Итак, согнув ноги в колени, мы разворачиваемся с вами сначала на бок. Так, сесть. Это очень важно. Никаких резких таких движений, дабы, чтобы не было головокружения. Очень важно. Все очень спокойно. Потому что резкий подъем, соответственно, головокружение, давление и можно упасть. Будьте аккуратны. А как дальше вставать-то? Я так понимаю, как вы учились ходить? Ну, аккуратно. Да, да, да. А на этом наш силовой утренний блок закончен. Что я могу предложить? Предложить такой вариант, что вот этот небольшой минимальный силовой блок, его можно повторять 2-3 подхода. Это будет самым лучшим вариантом, так как все-таки одного подхода это маловато. Ну, все-таки для начала, возможно, кто-то никогда раньше не занимался и решил начать заниматься именно сегодня. Это будет здорово, если вы сделаете сегодня один подход. Ну, возможно, через несколько занятий вы сделаете и 2 подхода этих упражнений. Конечно, без проблем. А может быть и 3. Да. И это будет здорово. Так что мы вас очень любим и ждем. Встречи. В следующий раз. Людочка, спасибо, Вероника. Да. Благодарю тебя за возможность. Так что до встречи. Пока-пока. Угу. 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 Угу.